О том, кто такие присяжные заседатели, многие знают лишь по фильмам и сериалам. Однако, занять место в коллегии может каждый. Уникальная возможность поучаствовать в реальном судебном процессе, а после принять непростое решение. Если до 1 июня 2018 коллегии формировали лишь в областных судах, то теперь еще и в районных. По закону, присяжных можно привлекать исключительно к рассмотрению уголовных дел. Перечень статей строго ограничен. В их числе убийство, умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Принципиальное отличие в том, что три главных вопроса по любому уголовному делу, а это вопрос о доказанности события преступления, о доказанности того, что эти действия совершил подсудимый, и третье, о виновности подсудимого, решает не профессиональный судья, а коллегия присяжных заседателей. Все остальные вопросы, которые носят сугубо юридический характер, решает профессиональный судья. Стать присяжным может любой гражданин, достигший 25 лет. Впрочем, есть ограничения, которые распространяются на некоторые профессии. Подходящим кандидатам суд рассылает повестки. Никакой ответственности за отказ от участия в разбирательстве не предусмотрено. Пришедших собирают в специальной комнате, где вкратце разъясняют характер уголовного дела. Из 30-40 кандидатов выбирают 8 в областных судах и 6 в районных. Это лотерея в определенной степени. Здесь нет никаких критериев достойности, возрастных, помимо 25 лет и достижения этого возраста, о чем я уже говорила. То есть абсолютно любой человек, вне зависимости от уровня его образования, от социального статуса, может стать присяжным заседателем. Присяжные совершенно не обязаны разбираться в тонкостях правоприменения. За разъяснениями тех или иных аспектов дела можно обратиться к судье. Все члены коллегии должны внимательно слушать доводы стороны обвинения и защиты. Основываясь на жизненном опыте, личных убеждениях, учитывая представленные материалы уголовного судопроизводства, присяжные должны принять решение. Обсуждение проходит за закрытыми дверями в специально оборудованной комнате. Для принятия единодушного решения присяжным заседателям предоставляется три часа. Если в течение этого времени они путем взаимного убеждения, переубеждения и так далее не пришли к единодушному мнению, то по истечении трех часов они могут переходить к голосованию. В ходе заседания с участием присяжных прокурор должен представить линию обвинения не только председательствующему судья, но и всем членам коллегии. Страна обвинения должна быть убедительной в глазах простых людей, доходчиво объяснить, почему подсудимый виновен в инкриминируемом преступлении. Сложность заключается в том, что в большей степени ты предоставляешь доказательства простым обывателям, простым людям, которые далеки от юридических терминов, от юридических знаний. И, конечно, приходится выстраивать тактику предоставления доказательств, логически выстраивать, более тщательно готовиться к процессу. По закону коллегия формируется исключительно по ходатайству подсудимого. Однако это не означает, что присяжные непременно поддержат сторону защиты. Адвокат должен представить убедительное доказательство невиновности, а сам подсудимый объяснить коллегии, что он не совершал преступления или же заслуживает снисхождения. Здесь судьи народа, они судьи факта, которые судят только по факту. То есть какие-либо сведения о негативных сторонах личности подсудимого до присяжных не доносятся. Это запрещено законом и постановлением пленума. Статистика показывает, что разбирательства с участием суда присяжных гораздо чаще заканчиваются оправдательными приговорами. С другой стороны, обжаловать такое решение значительно сложнее. Те же, кому выпала честь войти в состав коллегии, получают бесценный опыт, лучше понимают специфику уголовного дела производства.